Форум ректоров «Центральная Азия плюс» за годы своего существования стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов высшего образования Центрально-Азиатского региона. В этом году он прошел в Бишкеке в ВОУЦА. Американский университет Центральной Азии как флагман Центрально-Азиатского высшего образования не только принял ректоров, но и предложил проекты, которые будут способствовать интеграции. «Только что предложил для размышления три больших, на мой взгляд, проекта. Во-первых, это по устойчивому развитию, во-вторых, это по мейкерству или по персональному цифровому производству, и, в-третьих, по созданию и развитию виртуального кампуса. Мы смогли бы объединиться таким образом, мне кажется. Мы действительно передовой университет, весьма прогрессивный, ищем новые варианты, новые пути решения как локальных, так и глобальных вызовов. И по этому поводу защиты. Сегодня мы встречаемся, мы собираемся подлетучить в конце этого обсуждения сегодня. И я уверен, что у нас будут какие-то конкретные предложения по дальнейшему взаимодействию». Клуб ректоров «Центральная Азия плюс» в свое время был образован как ответ на запросы общества на современное образование. Его участники отдают себе отчет. Интеграция в сфере образования выведет регион на новый уровень развития. Главное – действовать сообщение. «И мы очень рады, что мы сегодня в Американском университете «Центральной Азии», который подхватил эту инициативу и подхватил судеб по организации вот этого мероприятия, очень так надежно, очень профессионально и, главное, и очень инициативно. Нужно же иногда что-то предлагаешь людям, все говорят, да, хорошо, давайте. Потом им нужно десятки раз звонить, потом им нужно десятки просить. Этого не происходит. Люди взяли, сказали, о, здорово, давайте. И мы почувствовали такого хорошего, надежного, устойчивого партнера. Если у нас таких партнеров будет 10 в Центральной Азиатском регионе, мы сделаем движение». На форуме было отмечено, что интеграция образования в Центральной Азии представляет собой ключевой фактор для устойчивого развития региона. «Такая интеграция позволяет странам обмениваться опытом и лучшими практиками, что ведет к повышению качества образования». «Я думаю, это мероприятие, оно будет способствовать этому процессу, потому что здесь собрались представители вузов Центральной Азии, объединенные вот этой целью. Мы сейчас как раз обсуждаем вопросы, какие существуют вызовы, да, первые внутренние вызовы на пути этого процесса. Обозначим общие сферы интересов, обозначим общие цели. Надеюсь, что мы сможем запустить какие-то совместные проекты. Вот общение в таком тесном кругу, я думаю, позволит нам решить наши задачи, вопросы общего интереса». Вариантов сотрудничества в сфере образования на просторах Центральной Азии много, но специалисты предлагают начать именно с академической области. Пусть не единые, но общие стандарты, общий учебный материал, совместные научные исследования позволят готовить специалистов, которые смогут легко адаптироваться на международном рынке труда. Интеграция также открывает новые возможности для научных исследований и инноваций. Установление академических связей между университетами разных стран позволяет проводить совместные исследования и обмениваться кадрами. «В дальнейшем надеемся, чтобы у нас было в научном смысле, в научном управлении более тесные контакты, чтобы мы совместно издавали учебники, совместно вели научные работы, издавали учебные пособия и разрабатывали стандарты для наших студентов совместно». Кроме того, совместные образовательные инициативы могут укрепить культурные связи между народами, содействуя взаимопониманию и социальному единству. В условиях глобализации, когда знания становятся основным ресурсом, важно, чтобы страны Центральной Азии не отставали от мировых тенденций. Поэтому форум ректоров носит большой вклад в развитие Центрально-Азиатского региона и сохранение его уникальности. «Я очень рада, что проводится такой форум, потому что я понимаю, насколько важно собрать участников высшего образования Центрально-Азиатского региона, чтобы было практическое участие, обсуждение, возможность дискутировать и решить те проблемы, которые есть сейчас в этой сфере». Изначально клуб ректоров создавался для людей, задействованных в сфере высшего образования Центральной Азии. Но по мере того, как растет интерес к региону, клубу стали присоединяться и вузы других стран. Участие в этом форуме приняло 50 университетов.